Всем-всем добрый день, мои дорогие друзья! Я приглашаю вас в очередное летнее видео и сегодня я опять приготовила для вас его понемножку. В первой части видео я покажу вам, как мы принимали гостей, что я готовила. Не обещаю, что будут какие-то новые рецепты, просто будут разные вариации того, что мы с вами уже готовили в прошлом. Ну, посмотрите, как я все это составила с тем, чтобы облегчить труд себе и чтобы, как говорится, прием гостей был не в обузу, а в удовольствие. И во второй части видео мы с вами посетим Restoration Hardware. Очень красивый мебельный магазин, куда я где-то раз или два раза в год езжу для того, чтобы посмотреть современные тренды в интерьерах. И я всегда беру вас с собой. Приятного просмотра и прекрасного настроения! Хотела похвастаться. Мне много чем не получается хвастаться с нашего огорода и сада, потому что насчет овощей получается так, что все съедают животные. Но вот насчет цветов пока что вот эти цветы не съели муравьи. Я вам их показываю. Красивые пионы, шикарные, да? Смотрите, какие красивые у нас. На самом деле пионы каждый год, но они недолговечные. Вот только они цветут один раз и все. Две недели они нас радуют в году. И я вот их добавила к этому букету. Вот основной букет я покупала в магазине, в местном. Ну и потом у меня расцвели пионы где-то через несколько дней. И я их тоже добавила к этому букету. Мне кажется, смотрится все хорошо в одном духе. Вот эти розовые пионы, они дополняют мой букет. Но я, когда я покупала букет, я с таким намерением его и покупала, потому что я знала, что пионы набирали цвет. И поэтому я выбрала букет в розовом цвете. А здесь у нас приходит в гости моя сестра со своим мужем, сыном. И они пришли к нам купаться в бассейне и так далее. Ну и обычно летом мы делаем какой-то get-together. Типа, что собираемся вместе чаще, чем обычно. Еще моя мама приходила с папой. И вот то, что я приготовила, это у нас только закуски. Главное блюдо еще будет готовиться на гриле. Но что у нас здесь? Каприси салат. Это значит помидоры, моцарелла, базилик и балсамик. Глейз. Затем у нас, что здесь в такой небольшой мисочке, это у меня маринованные артишоки, которые были приготовлены на гриле. Здесь у нас перчики острые, которые были начинены сыром, проволом. По-моему, там сыр и прожота. Здесь у нас такие консервированные готовые перцы. Можно приготовить и сами. Приготовлены также на гриле и затем они были законсервированы. Я их выложу в эту тарелку прямоугольную, разрежу и также добавлю туда холодную нарезку, которую я вам показывала, я уже купила. Здесь у меня красная рыба и ее я посыпала всякими разными специями. Сейчас, пока я ее убрала в холодильнике, еще вот у меня в пакетике слева много всякого хорошего, очень маринованного мяса. Вот из этих банок я доставала перцы и артишоки. Так что у меня получается так, что гостей нужно принять, но, как говорится, у меня нету много времени, чтобы готовить все с нуля, потому что я работала до позднего вечера накануне. Так что вот так вот на быструю руку, чтобы и выглядело хорошо и вкусно все было. Но я доверяю вот этим брендам, у которых я все это покупаю. Так что все напоминает домашний вкус. Это то, что было на закуске. Я сейчас вам показываю. И еще, что я делала, это гуакамоли. И гуакамоли обычно я делаю так, что я готовлю салса заранее, что входит в салса. В нее входят мелко нарезанные помидоры, красный лук, салантру и все я заливаю lime juice. Это сок лайма. Насчет авокадо я его готовлю в самую последнюю очередь. Измельчаю вот в миске. Можно при помощи двух вилок, можно при помощи специального устройства. И затем заливаю соком лайма. Почему я делаю это в последнюю очередь? Потому что он будет менять, конечно, цвет на авокадо. Поэтому можно остальные все ингредиенты для гуакамоли приготовить заранее. Ну а авокадо добавить непосредственно перед приходом гостей. Так получается лучше всего. И обычно гуакамоли подается как дип. То есть он подается с чипсами, вот с такими. Тортилла чипс, кукурузные чипсы. Они немножко соленые. И мне обычно нравятся еще, которые имеют дополнительный вкус лайма. Таким образом, это все поедается. Это мексиканское блюдо. А здесь у нас блюдо из проститской кухни. Если вы видите, на дне этой глубокой кастрюли мы ее смазали оливковым маслом. И края тоже кастрюли хорошо смазали. И затем на дно уложили очень тонко порезанный картофель. Буквально тонкими-тонкими-тонкими пластинками. И уложили все дно равномерно этим картофелем. Это почему-то у меня не получилось заснять на видео. Затем рис мы берем басмати. Мы его наполовину отварили. Это мы готовили вместе с моей сестрой. И затем в него я добавила всякие разные специи. Я перечислил их в титрах, какие специи. И также в него добавлен был укроп и лайма бинз. Это лаймовые бобы или вы, наверное, называете это лаймовая фасоль. Ну, в общем, то, что вы видите на экране. И затем вот масло сливочное нарезано кубиками. И нужно все это будет залить водой. Насчет специй проверьте сразу, чтобы было достаточно специй. Потому что потом мы уже, как говорится, открывать и перемешивать это все не будем. Так что все специи нужно добавить сразу. И, возможно, для начала вам будет казаться, что слишком много интенсивных специй. Но когда рис разбухнет, он в себя возьмет больше влаги. И интенсивность этих специй немножко уменьшится. Здесь моя сестра принесла уже нарезанные ингредиенты на колсло. Здесь у нее была нарезанная белая качаная капуста. Мелко нарезанная настроганная морковь. Затем у нее был здесь зеленый лук и красная капуста, тоже мелко настроганная. И затем все она это заливает в заправку. И заправку она сделала дома. И я также для вас дам рецепт в титрах, что вошло в эту заправку. Но то, что помню я, то, что обычно делаю я. Я сюда добавляю немножко горчицы. Затем немножко майонеза. Соли, естественно, немножко сахара. И сок лимона. И в титрах смотрите внимательно на то, чтобы получить точные ингредиенты. Все мы это перемешиваем. И вот это такой американский вариант колсло. Многие люди, когда они это готовят, они зеленый лук не добавляют. Это не обязательный ингредиент. Но мы добавляем. И получается очень вкусно на самом деле. Ну, а сейчас наш рис уже приготовился. И вот так вот накрываем его блюдом и стараемся перевернуть. Но, как видите, не всегда получается. Да, нелегко отделяется. И вот это то, что вы видите, такое поджаренное. Это у нас картофель. Идея была и задумка так, что когда вы перевернете, сразу все перевернется вместе. И картофель ровным слоем будет сверху. Но иногда это получается. Иногда это не совсем получается. Ну, в общем, показываю вам, как выглядел наш стол в итоге. Значит, у нас была рыба. Затем колбаски нагрели. Затем у нас еще было мясо в виде таких маринованных стейков. Тоже было. И кукуруза. Вот такой простой у нас был семейный обед. Приятного всем нам аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, а сейчас мы с вами уже в Бостоне. Это магазин Restoration Hardware. Это очень high-end store. То есть, он довольно-таки дорогой. Но мне он очень-очень нравится. Этот магазин в том плане, что все, что мы видим здесь, это опробованный временем стиль. Они периодически добавляют какие-то новые тренды. Вот, как сейчас мы видим в этом кофейном столике. Оно сделано так, что вот даже через 5-10 лет эти вещи, эти предметы мебели, которые мы здесь увидим, они будут смотреться актуально. Первая коллекция, которую мы увидим в одной из комнат, это коллекция Гаел. И здесь есть американского орехового дерева. Мне очень понравились все предметы из этой коллекции. Понравился цвет, теплый тон. Понравилось, как сделаны металлические украшения, вот эти металлические ручки на этой коллекции. Но в итоге я купила столик и кредензу из другой коллекции по единственной причине, потому что та коллекция сочеталась лучше с теми предметами, которые уже у меня имеются. И несмотря на габариты этой мебели, мебель довольно-таки вместительная, она не смотрится тяжелой, вот именно потому, что ножки, они сужаются к низу, и вот этот весь mid-century стиль, он придает легкость мебели. Мебель не смотрится такой массивной. Ну, а сейчас мы уже перешли в другую комнату этого же самого магазина, и здесь представлена коллекция French Contemporary. И вот насчет этого цвета, раньше у них в этом магазине все было в сером цвете. Сейчас я заметила то, что вот только вот в этой комнате я увидела этот цвет, и в основном они отходят от серых тонов в мебели, то, что я заметила в тренде, хотя онлайн... До сих пор можно увидеть мебель вот этого цвета, серого, но сейчас я заметила, что очень много появляется и теплых тонов. Ну, ту же самую коллекцию, вот эту French Contemporary, можно купить и в более теплых тонах. То, что мне кажется, лучше обратить внимание на это сейчас, потому что мы мебель покупаем на долгое время, и хочется, чтобы какой-то тренд уже отходит, уже переключаться на, как говорится, новый тренд, особенно если мы делаем какое-то вложение. Обратите внимание, как повешенные картины. Много небольших картин, примерно с одинаковым рисунком, и они повешены буквально впритык друг к другу, и сверху оформлено освещение. И вот такое расположение картины, это, как говорится, трейдмарк в магазине Restoration Hardware. Я смотрела несколько видео, как можно нарисовать подобные картины. Очень даже просто и получается очень даже похожий вид, общее впечатление, как и в этом магазине Restoration Hardware. Сейчас мы с вами поднялись на второй этаж. Понравился мне этот кофейный столик, и потому что я смотрела конкретно на кофейные столики, чтобы купить его на магазине, но я его не купила. Почему? Потому что размер мне не подходил. Диван, который я заказала, был неправильный размер. Очень красиво здесь сделано освещение, и верхнее освещение, и боковое освещение к дивану, оригинальные лампы. И вот подобные люстры, и также подобное освещение можно увидеть и в других более бюджетных магазинах, которые следуют тренду. И сейчас мы уже перешли в другую комнату. Вот в итоге я купила такой кофейный столик. Я буду показывать вам это все немножко позже, когда уже вся мебель будет доставлена. И кредензу я купила такую же. Эта вся коллекция, она выпускается в трех цветах. Светлый, затем вот этот такой коричневый цвет, называется ок, и черный цвет. В общем, я купила такого же самого цвета, который вы сейчас видите. И в этой коллекции представлены, конечно, не только столы, но и спальная мебель. Но это в будущем, возможно. Я еще не знаю, но мне понравилось качество. Очень-очень теплый цвет дерева. Мне понравилось это. И, естественно, как все построено, структура его и так далее. Исполнение тоже мне очень понравилось. Удобно, что вот конкретно в этом столике, в кофейном столике, у него есть дополнительная полка, для того, чтобы было какое-то еще дополнительное хранение. Можно также красиво расположить какие-то аксессуары на этом столике. Это все пойдет в комнату, где у меня стоит рояль. Я купила два предмета из этой коллекции. Столик и креденса. Смотрите, какая шикарная у них стрелиция. Вот мои так еще не выглядят. Наверное, надо мои две мне вместе их соединить и пересадить в большой вазон. Возможно, они будут выглядеть так. Обратите внимание, насколько дозированно используются цвета и насколько дозированно используются текстуры ткани. Вот диван совершенно простой. А ткань наподобие льна, толстого обивочного льна. И подушки и кресла, они из более богатой ткани, что-то наподобие бархата. И насколько красиво это сочетается друг к другу. Но в то же время интерьеры не перегружены. Я бы сказала, что очень-очень дозированно используется. И правильно используется сочетание цветов и сочетание текстур. И, как говорится, здесь может разыграться наше воображение. Мы можем дальше, используя такую основную, как говорится, костяк, этот или базу, уже добавлять свои какие-то уникальные элементы, когда мы будем оформлять свой дом. Но они дают общую гамму, общую палитру мы видим. Двигаемся с вами дальше. Коллекция называется Осло. И эта коллекция, ну, видно, сделана под влиянием скандинавского дизайна. Когда я сюда ехала, в этот магазин, я хотела посмотреть, заинтересована была в этом конкретно столике. Но когда я его увидела вживую, я поняла, что он слишком низкий для моей комнаты, для того дивана, который я выбрала и купила, он слишком низкий, потому что у меня диван, ну, обычный. А этот столик, он лучше смотрится с теми диванами, которые не такие высокие, что ли. Ну, в общем, все должно быть в пропорции, есть специальные расчеты. И этот столик был слишком низкий. Переходим с вами в следующую комнату. Эта коллекция называется, насколько я помню, Ликни. Здесь подобные пропорции. Также, вот как мы видим, очень теплые тона и минималистичный декор. Я понимаю все, что это скандинавский дизайн. И у него много есть поклонников. На мой вкус, мне две коллекции, которые я показывала вам в самом начале, где есть какое-то количество металла, особенно на мебели, где есть ящики, смотрится более выигрышно, да, по сравнению с тем, когда все комоды выполнены исключительно из дерева, вот как вот в скандинавском дизайне. Вообще, нужно сказать, что магазин Restoration Hardware, он, конечно, оформлен совершенно по-другому, чем магазин, в котором работаю я. Поттери Барн, он не дешевый магазин, но Restoration Hardware – это еще более дорогой магазин. Вот, как вы видите, огромное пространство, да, но они не стремятся за тем, чтобы продавать много аксессуаров, каких-то, вот, допустим, небольших предметов, подушек, там, покрывал, свечей и так далее. Они в основном фокусируются на том, чтобы продавать мебель. И, как вы видите, что здесь не перегружены интерьеры. На самом деле, тогда и обращаешь внимание на саму мебель, да, потому что мебель смотрится очень хорошо, когда она не перегружена какими-то садсками, как говорится, каким-то большим количеством декора. Двигаемся с вами дальше. И хотела обратить внимание на текстуру на диване, обивку. И сейчас, вот, видно, в летние месяцы они выставили много моделей из поттери Барн. Есть подобная обивка, и она называется обычно Belgian Linen, бельгийский лен. И я вот для сравнения вам хотела показать цвет, вот, белый лист бумаги, и как выглядит цвет обивки на диване. Вот сейчас в тренде все в таких очень-очень светлых тонах обивка на диване. Проходим с вами по верхнему этажу. Весь магазин, он представлен на трех этажах. И вот на последнем этаже, на третьем этаже, у них мебель, которая для террасы, для пяди, в общем, все, что мы имеем на улице. Очень красивый потолок в этом магазине. И это вообще здание. Он дает прекрасную возможность, чтобы вся мебель выглядела очень так красиво, презентабельно. Еще раз с вами заглянем в эту комнату, где была представлена коллекция Oslo. Я хотела обратить внимание ваше на этот раз на то, что вот несмотря на то, что мебель скандинавского стиля, то, что придает вот конкретно этому дизайну таймлесс лук, то, что выглядит все вне времени, это то, что все очень симметрично. В принципе, современные интерьеры, они не требуют симметрии. Но если вы хотите, чтобы ваш интерьер в любом исполнении он выглядел так, что это выглядит вне времени, если вы добавите симметрию, то вы достигнете этого результата при любом дизайне, даже при современном дизайне. очень красивые люстры. Подобные люстры в более современном исполнении я видела в магазине West Elm. Это Sister Store от Pottery Barn. Ценовой сегмент там будет, наверное, в 10 раз дешевле и более компактный размер. Но, как говорится, можно ходить в дорогие магазины, high-end stores, и затем там получать вдохновение, смотреть на тренды, и уже затем по своему карману, по своему бюджету делать покупки. Столики из Травертина. Вот конкретно этот столик. Это не аутдор, это чтобы ставить в сам дом, или в квартиру, куда вам надо. Но он будет очень тяжелый, этот столик. И цена 2000. Такой же кофейный столик из того же самого материала. Красиво смотрится, особенно с кожей. Мне кажется, смотрится очень выигрышно. Но очень-очень тяжелый этот столик. Он буквально не поднимается. Очень простая идея, доступная для многих. Вот так вот оформить в зону или над диваном, или, допустим, над креденцией, над какой-то такой широкой тумбой. Повесить в зеркало и по бокам картины. И в конце я хотела дать вам примеры умного шопинга. Вот, допустим, такой столик мы видим в разных вариациях на сайте Restoration Hardware. Сейчас у них не было этих конкретно столиков в магазине, но я их в прошлом видела. Это уже не совершенно новая коллекция. И вот смотрите, какие цены там. 3000 и больше. Представлены в разных размерах и в трех разных исполнениях. И для сравнения я покажу вам по более доступной цене на другом сайте. Сайт называется Joss & Main. Там, конечно, не будет всех размеров, которые будут представлены на сайте Restoration Hardware, но очень-очень подобные модели и столики, и кредензы. И, как видите, это у нас не есть дерево. То, что качество будет очень даже сопоставимое, но цена намного дешевле. Мне кажется, если можно где-то сэкономить деньги, почему бы это не делать? И особенно, если это не дерево, а металл, здесь мы не теряем и не рискуем ничем. Потому что дерево, вот качество исполнения дерева, это очень важно, да, потому что дерево может рассыхаться, оно может со временем давать какие-то трещины и просто не выглядеть красиво, если сделана мебель из дерева некачественная. С металлом все-таки можно поработать. Если вам не нравится, как, допустим, там сделан дистрессинг, как там что-то подкрашено, можно поработать с этим и сделать даже вручную, добиться того финиша, который вы хотите, да, что-то можно исправить. И насчет стекла тут вообще без вопросов, что стекло должно быть, если вам продают столик, оно должно соответствовать стандартам. Так что здесь, мне кажется, риск минимальный при покупке такого столика. Но, девчонки, надеюсь, что вам понравился сегодняшний поход в магазин. Я получила от этого огромное удовольствие. И надеюсь, что мы с вами вместе развиваем какую-то насмотренность, подсматриваем какие-то идеи оформления. Вот сейчас конкретно я обращаю внимание, как развешаны картины, насколько близко они их вешат. Вот именно в этом магазине я пробовала сделать подобное вот на днях буквально. Тяжело мне было все это очень так вот равномерно развесить, чтобы все рамки безукоризненно касались друг друга. Над этим мне нужно еще будет поработать. Поэтому пока что я оставила эту затею. Возможно, я к ней вернусь. И нужно еще, конечно, поработать над тем, чтобы найти какие-то интересные, однотипные, небольшие картинки, из которых составить такую крупную композицию. В общем, это у меня, как говорится, в планах. Но вообще мне очень нравится эта идея. Девчонки, на этом я буду с вами прощаться. Я благодарю вас, что вы провели это время вместе со мной. Пишите, как проходит ваше лето. Я знаю, что ситуация, конечно, сейчас непростая. Но я с вами, да, я ментально вместе с вами. И я вас всегда-всегда поддерживаю. Я вас обнимаю через расстояние. И желаю вам всего только самого-самого хорошего. Увидимся с вами на следующей неделе. И до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok